Какую игру ведет Эрдоган в Восточном Средиземноморье? Статья на Регнуме за 3 января 2020 года. Станислав Тарасов Парламент Турции принял законопроект, разрешающий размещение турецких войск в Ливии. Это решение было предопределено, так как правящая турецкая партия справедливости и развития ПСР имеет большинство. Тем не менее, накануне ее представители, включая министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушаглу, активно проводили политические консультации с лидерами оппозиционных партий, чтобы сколотить на ливийском направлении нечто общенационального фронта. Однако не вышло. Так, лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии НРП Кемаль Килич Дароглу заявил, что если Турция должна идти в Ливию, то только с целью заключить мир между сторонами, а не для того, чтобы поддержать там братьев-мусульман, организация деятельности которой запрещена в РФ, выступая против ливийских сил во главе с генералом Халифой Хафтаром. Не удалось склонить к сотрудничеству и лидера, отколовшейся от партии националистического движения ПНД и создавшей правоцентрического толка хорошую партию бывшего министра внутренних дел Мирал Акшенер. Не согласилась с предложением правительства и прокуртская партия демократии народов ПДН. А в итоге в парламенте за законопроект, позволяющий отправлять турецких военных в Ливию, проголосовали 325 депутата, 184 против. Это фиксирует факт политического раскола в стране и создает для президента Раджепа Тейпа Эрдогана ряд серьезных проблем. Лабиринты Анкары. Главные битвы в Турции между правящей партией и оппозицией происходят сразу на двух площадках – внутриполитической и внешнеполитической. На первом речь идет о системе власти, на второй – о вариантах становления страны в качестве ведущей региональной державы. Водораздел проходит между исламистки ориентированной частью общества, которую олицетворяет Эрдоган, и светской кемалистской, прозападной настроенной его частью. Их позиции диаметрально противоположны, а стремления к сближению нет. При этом оппозиция ведет себя так, чтобы демонстрировать мировому сообществу, что Турция остается нестабильной страной, где президент не пользуется абсолютной общественной поддержкой. Голосование в парламенте по размещению турецких войск в Ливии это еще раз показало. Возглавляемую Эрдоганом партию обвиняют в том, что она идет по пути укрепления регионального значения через демонтаж светской сущности Турции. Отдаляясь от Запада и даже рискуя утерять тюркскую идентичность, что на такой основе выстраивается политика страны в отношении России и Ирана. Оппозиции не нравится и то, что президент все чаще стал выступать в качестве одного из лидеров исламского мира, которые публично бросают вызов и Израилю, и США. Тогда как хотелось бы видеть Анкару первой линией западной обороны в исламском мире. Эрдоган отвечает, иначе продвигать турецкие интересы в регионах, которые когда-то входили в состав Османской империи невозможно. В таком контексте подается его политика в Сирии, а сейчас в Ливии. Но сегодня власти приходится искать выход из сложного внутриполитического лабиринта, забираясь на внешнеполитические площадки. И тут возможны самые неожиданные сценарии развития событий по мере усугубления конфликта в Сирии и в Ливии. На этих двух направлениях ПСР необходима только победа и события, которые она могла бы считать победным, чтобы обвинить оппозицию в антипатриотичности. В Сирии, как считает Эрдоган, ему удается остановить западный проект создания курдского государства. В Ливии он разрушает очередные коварные планы Запада. В этой связи старший научный сотрудник американского института Брукингса Амер Ашпенар, ссылаясь на свои дипломатические источники, утверждает, что Эрдоган может назначить досрочные общенациональные выборы задолго до официально назначенного срока в 2023 году. По его мнению, президент сохраняет шанс остаться самым популярным политиком страны, но чтобы не споткнуться о сопротивлении сил внутри Турции и вне ее, ему нужна в Ливии только победа – геополитические тени над Восточным Средиземноморьем. Вокруг Ливии ведут сложные многоходовые дипломатические маневры. Сейчас мы не будем касаться их деталей. Многие западные, да и российские военные эксперты утверждают, что отправка турецких военных в Ливию переведет внутренний конфликт до уровня регионального. В Турции это тоже хорошо понимают. Анкара не намерена отказываться от продвижения своих геополитических и экономических интересов, не опасаясь политического противостояния с Францией, Египтом, ОАЭ, Грецией и Израилем. Впрочем, решение властей Турции помочь Триполи еще не означает, что турецкие военные отправятся в Ливию сегодня или завтра, хотя президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с египетским коллегой Абделем Фаттахом Аль-Сиси не исключил, что ливийцы потеряют контроль за ситуацией в стране в пользу иностранных игроков. Ведь Анкара играет по-крупному. Она готовится в своих интересах использовать начавшуюся в 2019 году вторую волну арабской весны. охватившую в Африке Судан и Алжир. По словам преподавателя Парижского университета Хатара Абу Диаба, протестные движения в 2019 году носили более националистический и менее идеологический характер. В Ливии воюет новая волна наемников из Судана, что усугубляет беспокойство о переходе конфликта в этом североафриканском государстве в состоянии непримиримой международной войны, способной дестабилизировать регион. Это первое. Второе. Подписание меморандума между Триполи и Анкарой по разграничению морских зон Средиземноморья сорвали попытки Греции и Кипра окружить и изолировать Турцию в Восточном Средиземноморье. Они не могут без получения согласия Анкары проводить поисково-разведочные работы в районах, указанных Турцией в соответствии с соглашением с Ливией и установить линию транспортировки природного газа из этого региона. По словам турецкого издания, все связанное с запасами энергоресурсов в регионе перевернуто вверх дном, что и раскалило конфликтную обстановку в Ливии. Эта страна стала выходить на передний план как главный вариант для Египта в плане маршрута транзита газа. Линия разграничения морских зон юрисдикции между Турцией и Ливией стала щитом между Грецией, греческими властями Южного Кипра и Египтом. Говоря иначе, конфликт в Ливии становится все более интернациональным. Расклад получается гораздо более серьезным. В него включено гораздо больше стран, в том числе входящих в НАТО, некоторые из которых оказались по разные стороны конфликта. США остановили на неопределенное время Северный поток-2, теперь турецкими руками блокируется и южное направление. Но только ли США накрывают средиземноморский газ своей огромной тенью? 8 января Эрдоган в Турции принимает президента России Владимира Путина. Как предполагают эксперты, координация действий в Ливии будет одной из главных тем встречи. Станислав Тарасов Какую игру ведет Эрдоган в Восточном Средиземноморье? Какая игру jestavo ingredientи? Какая hijра в Восточноморье и широким аналит Pandemie? Восточный раз учитывается все мясоvagac eliminate cuentağı Cirко-ты dispute и развивается. Продолжение следует...